Микс Ньюс Сегодняшний наш гость это журналист Лату Лапса. Доброе утро. Доброе утро. Являетесь ли вы еще основателем портала Петэк. Ну если вы что-то какое-то время основали, то от этого никуда не деться. Ну предлагаете ли вы там еще работать? Ну я там публикую свои статьи, да. Вы известны в том числе и вот на портале Петэк. Кома, публикуете премии чиновников и вы являете тех, кто в наибольшей мере паразитирует за государственный счет. И вы составляете список миллионеров Латвии. Есть такое, да. Да, и вот буквально на днях стало известно, сколько государство тратит денег на обеспечение прошлых президентов Латвии. В частности, в этом материале говорилось все о четырех президентах. И вот за год эта сумма превышает полмиллиона евро. Да, да, да. Даже немножко больше я считаю. Как вы относитесь к таким цифрам? Считаете ли вы, что это справедливо? Ну даже наш многоуважаемый законодатель в какой-то момент понял, что это не совсем справедливо. И как раз из-за этого понимания наш нынешний президент после ухода с должности уже не получит всего того, что... К примеру, жилье. Да, да. Видимо, вернется обратно в Огро. Он вернется обратно в Огро и не будет проживать за наш счет в центре Риги. Ну много чего он не получит. Но у него будет также президентская пенсия и прочие радости, маленькие жизни. С другой стороны, кто-то может сказать, что понятно, что народу не нравится, когда вот есть такие привилегированные касты. Но с другой стороны, наверное, во многих странах, может быть даже в большинстве, но все-таки бывшие президенты какие-то блага от государства получают. Как вообще к этому относитесь? Знаете, я не знаю другой страны, по крайней мере страны европейской, где президент, уходя с должности, составляет список всего того, всего того оборудования и предметов интерьера, которых он бы хотел получить в своей государственной квартире. Это уже, по-моему, через чур, согласен. Ну да, это уже через чур. И вот когда мы уже много лет назад узнали, чего именно потребовала Вайровите Фрейберга для своей квартиры, ну не совсем, чтобы золотой унитаз, но почти. Так что, ну это, по-моему, через чур, это не по-европейски, это, ну не знаю, для племени Мумба-Юмба, наверное, сошло бы, но для президента, который нас всегда на словах учил о цивилизованности и умеренности, это как-то совсем странно. Да, при том, обычно, вот когда вы говорите, все-таки идет речь о людях, ну, которые достаточно были обеспечены, и та же госпожа Вайровики Фрейберга, да, так сказать, она не жила в многоквартирном доме в Волгаре, условно говоря, если совсем так сравнивать, да, все-таки она приехала из Канады, и я так понимаю, могла себе позволить и квартиру купить, и дом, мне кажется, да? Ну вот, ну что сказать, ну, там уже писатель Булгаков все-все-все написал, что квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и людей из Канады. Ничего не меняется, да. Ничего не меняется, и вот когда человек что-то имеет, то есть сорт людей, которым хочется больше, 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 желательно за чужой счет, но именно это мы в случае Вайровики Фрейберга и видим. А может быть, корен взвал в том, что у нас не всенародный избранный президент, мы знаем, что дискуссии ведутся, если все опросы показывают, не знаю, на протяжении 20 лет, что, в принципе, народ бы хотел, чтобы президента выбирали они, может быть, тогда была бы большая ответственность у главы государства? Ну, знаете, ну, ладно, например, Вайровики Фрейберга народ бы никогда не выбрал в тот момент, потому что народ ее просто не знал. Бывший чекист Боярс ее привел в Сейм и все. Но, глядя вот на данную личность, вот как мы ее теперь знаем, вы думаете, что, что, если бы она была всенародно избранным президентом, то она захотела бы меньше? Нет, как раз она захотела бы и в пять раз больше, вот как раз с тем основанием. Народ меня любит. Народ меня выбрал, а вам жалко тут унитаза фирменного. Вы что? Как вам не стыдно? После выборов в 13-й Сейм, когда, скажем так, в СМИ прозвучала информация о том, сколько денег уйдет на компенсации тем депутатам, которые не переизбрали новый созыв на Монобалс, было, скажем так, создано предложение. Было создано предложение, которое буквально в считанные дни за неделю собрало более 10 тысяч голосов и было передано в Сейм, чтобы отменить такое правило. Вот считаете ли вы, что здесь тоже должен быть какой-нибудь законодательный акт, который бы лишал вот этих вот всех преимуществ бывших президентов? И вот, на ваш взгляд, чем они должны ограничиваться? Только пенсия там в размере трех тысяч, ну, допустим, да, и этого хватит. Об этом можно говорить, об этом можно дискутировать. Я лично считаю, что какие-то привилегии, даже нельзя называть привилегиями, просто вот какую-то благодарность за службы, за то, что вот был такой... Ну, президентов у нас немного, ну, совсем немного. Вот каждые четыре года стать депутатом, что-то выдавать пособие, вот, там, получается, достаточно большая сумма. Но пусть этот несчастный бывший президент, который все-таки на всю жизнь остается бывшим президентом, и он не может себе позволить много вещей, которые себе может позволить нормальный человек. Он даже, извините, пописать не может нормального забора, и он должен считаться, что его кто-то увидит и сделает фотографию. Это обычная персона, понятно, да. Ну, да. Вот, так что какая-то персональная, и как назвать, пенсия, это вполне нормально. Но вот, как, не знаю, дача, квартира и жигуди, да, ну, это настолько псовково, что... А как вы считаете, почему нет какой-то, может быть, внутренней морали, сознательности, почему действительно не отказаться от этого, и учитывая свое благосостояние, как бывшего президента, что оно превышает в разы, там, я не знаю, состояние, ну, обычного среднего жителя Латвы. Вполне себе я не думаю, что эти люди ограничены по, там, стандартным меркам тех ограничений, которые мы можем представить. Ну, это, вот, ну, люди разные, у них разные понятия морали, политической, другой ответственности. Ну, ну, как, ну, есть наша Вайра Витя Фребрег, который считает, что и полагается то, 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 еще и то. Ну, вот, есть такой господин Уман, из которого довольствуется ленд-крузером за государственный счет и шофером, хотя, по-моему, он и так неплохо живет, ну, не знаю, ну, ну, что, ну, бог им судя, ну, что я могу сказать. А как вы относитесь, вот, к новоизбанному президенту, 8 июля он будет давать, вот, торжественное обещание или клятву, как вы относитесь, потому что, ну, с одной стороны, было понятно, что, скорее всего, его изберут, да, но, с другой стороны, многие весьма противоречиво его оценивали, и, опять-таки, все-таки нужно учитывать, что он большую часть жизни в Латвии не жил. Ну, что я могу сказать, ну, посмотрим, как будет, ну, вот, когда этот наш новоизбранный президент объявил, что он будет президентом всех жителей Латвии, вот, это, этого я не представляю, по-моему, это абсолютно невозможно, тем более с его биографией и взглядами и всем прочим, но, по-моему, вообще нельзя быть президентом абсолютно всех. Не только Левицу, но, в принципе, любому? Ну, учитывая, какие разные люди живут здесь, в этой маленькой стране, нет, нельзя, вот, ну, не будет такого, ну, нельзя-то. Нельзя всем понравиться. Ну, нельзя всем понравиться, нельзя сделать всем хорошо, можно сделать большие части хорошо в каких-то определенных сферах, это уже будет неплохо, можно принимать государственные ответственные решения, которые, которые помогают государству целиком, которые, там, общество сплачивает или как раз не сплачивает, ну, все это возможно, но быть президентом всех нельзя, ну, это, ну, нельзя, ну, просто нельзя. Да, вот интересно, вот, по поводу того, чтобы сделать одной части хорошо, вот, капитальный ремонт, который объявил господин Каимович, вот, непонятно, какой части хотят сделать хорошо, но в рамках этого капитального ремонта, я так понимаю, что ВИД или служба госдоходов собирается останавливать, там, автотранспорт, я так понимаю, и на внутренних границах Латвии, проверять, нет ли наличных денег, если есть, надо заполнять какую-то декларацию, что-то это такое, мне кажется, уже чересчур. Что касается капитального ремонта целиком, то на данный момент, ну, то, что мы видим, ясно, что пока, пока что капитальный ремонт ограничивается тем, что господин Ухарнич, вот, вот, есть дом, я говорю, сделаем капитальный ремонт и начинаем с того, что увольняем дворника и будем где-то искать нового, то есть господин Путнич. Путнич, да, хотя он так старался, так старался. Вот, а какой-то ремонт как таковой пока что не вижу. А что касается наличных денег, ну, я всегда, всегда из года в год говорю одно и то же самое, что мы, наше государство, и не только наше государство двигаемся в сторону все большего и большего ограничения личных свобод граждан, личных свобод человека и наличные деньги являются неотъемлемой частью этих свобод. Ну, посмотрим, как это будет. До сих пор было, ну, во всей Европе есть те или другие законодательные акты, которые требуют, если вы там перевозите энную сумму, то вы должны ее декларировать. Но вот то, что мы сейчас видим, то, что уже происходит на границе, что человек декларирует, вот у меня в сумке там 100 тысяч, или вот я их, честно, заработал, везут туда-то и туда-то, его все равно задерживают. Ему требуют, вот откуда взял, почему у тебя столько денег. Вот, ну, и там доходят до таких крайностей, что человека задерживают с этими деньгами, возят вид, ну, и там 2 часа ночи отпускают абсолютно без денег, 0 копеек, иди. Они обезопаситься и беспокоиться? 2 часа ночи со 100 тысяч ходить, да? Ну, да, ну, да, ну, дали бы, хотя, оставили бы хотя 20 евро на такси, но нет, нет, вот, иди, иди, куда хочешь, иди. Вот, и то, что они там собираются сейчас на границе устраивать, ну, посмотрим, ну, во всяком случае, латвийское государство, даже не латвийское государство, а те, которые этим государством говорят, что управляют, всегда любили бегать впереди паровозы и делать не только то, что нужно, но 10 раз больше и 10 раз усерднее. Я что-то не слышал, ни о чем подобном ни в Литве, ни в Эстонии. Отчего мы такие особенные, что нам, что наличные деньги у нас имеют какое-то совершенно другое значение, чем у соседей, не знаю. Посмотрим. Но мы знаем много примеров, когда что-то начинается с очень громкими заявлениями и заканчивается пшиком. То есть, ну, посмотрим, кто у нас там будет на границе сидеть и кого ловить, и как они будут проверять кошельки и что-то там еще. А вот интересно, вы упомянули 100 тысяч, и господина Путинча, вот это что-то новое, по-моему, да? Что если ты уходишь добровольно, то 100 тысяч денег налогоплательщиков мы тебе даем. Нет, это на самом деле это такое уже практиковалось, но не практиковалось настолько открыто и бесцеремонно. То есть, были случаи, когда вот в человеках хотят уйти с такой иной и другой должности, не знаю, там, Латвя Энерго или как. Ну, я просто так. И золотой парашют. Ну, и золотой парашют. Говорят, ну, вот можешь уходить по-хорошему или по-плохому. По-плохому все равно придется уйти, но уйдешь ни с чем. А можем договориться. Можно то-то и то-то, то-то. Ну, вот деньги не там министра личные, а государственные. Почему не дать? Вот на тебе 100 тысяч, 150 и так далее. Но вот то, что происходит с господином Путненьшем, это первый случай, когда все происходит настолько откровенно, что даже в закон записывает. Уйди по-хорошему, дадим тебе 150 тысяч из денег налогоплательщиков. Прямо в закон записали, да? Да, и прямо в закон записали. Не уйдешь, ничего не получишь. Хотя у него мандат СИМа и полномочия еще до 2020 года. А вот если вернуться к вопросу тех же президентов, вы высказались на этот счет и у себя в Твиттере, и высказывались лично в ТВ-24 о своем кандидате имен Салансманисову назвать? Нет, нет, не я. Нет? Я ошибаюсь? Нет, это был на ТВ-24, но это не мой кандидат, это кандидат госпожи Олга Крейтуса. Мы были вместе с ней, и это был ее кандидат. Но в любом случае, вы сказали о том, что вы действительно хотели бы, чтобы большинство СИМа поддержало кандидатуру Левица, причем отметили, что у него в шкафу очень много скелетов, да? Да, и в этом контексте сказали, что государственный мотив – это хуже, чем Вейонис, причем вы, я так понимаю, специально сделали опечатку и написали «Вайонис», да, уже не будет. Вот действительно ли Раймонд Вейонис сейчас остается такой неудел? Ну, время его полномочий заканчивается, но каждый ваш слушатель может сам постараться припомнить нечто хорошее, что сделал этот президент, или так называемый президент, на пользу государства, на пользу общества, на пользу жителей. Ну, вот мне так сразу спросить, ну, вот, ну, хорошо, дал согласие, в отличие от Вайра Вити Фреберга, не вернулся ему закон о мешках КГБ, ну, хорошо, ну, что-то, что-то, ну, вот, как-то там, что-то сделал. А второе хорошее дело, и третье, не знаю, всякие глупости, неловкости, да сколько угодно. Ну, там речь улетела прямо на празднике. Ну, ладно, но это... С инициативой по детям негражданам, мне кажется, он именно попытался ее, причем неоднократно, а повторно вернуть все и мы. Ну, да, но вот все то, что он делал, было настолько неуклюже и неподготовлено, но как, если вот так хорошо припомнить, то он же высказался насчет инициативы о всенародно избранном президенте, но он сделал это настолько... Настолько... И потом сам застеснялся, вот сказанного, да, да, да. Опять же, неуклюже, ни с кем не посоветовался до этого, просто, ну, вот, если вы что-то, вот, если у вас есть какая-то инициатива, то вы должны оценивать ситуацию. То есть, или вы вот такой вот трибун и орел, и вот-вот вы что-то скажете, и все к вам будут прислушиваться и ковать головой, или все будут насмехаться. Ну, с господином Эйонесом как раз второй случай. — На вашем месте, вот в этом же кресле, буквально там несколько недель назад сидела Гунта Лидака, уже член Совета по электронным СМИ. Поскольку вы журналист, она говорила о том, что в Латвии как таковой журналистики нет, тем более, она говорит, расследовательской журналистики. Все, что есть, это пиар, есть агентство Лето, и остальные СМИ тиражируют, либо информацию как-то дополняют, но, по сути, журналистики нет. Вот вы можете согласиться с этим заявлением? — Нет, не могу. — Что вы можете привести в пример? Ну, по крайней мере, она говорит о том, что на расследование нужны деньги, поскольку денег нет, и государство не озабочено даже тем, чтобы выделять финансирование общественным СМИ, казалось бы, независимым. То, по сути, личной интеллективы журналистов не хватает. — У госпожи Лидаки карьера не совсем удалась, и какая-то горечь от этого, конечно, присутствует, и это понятно, это нормально, это по-человечески. — Ну, нет, ну как, ну мы же видим, что-то происходит, все что-то печатают, что-то публикуют, что-то находят. — Почему находят, и почему именно те или другие факты, это другой вопрос. Конечно, много чего из информации подкидывается из-за каких-то не всегда хороших побуждений, и, конечно, для СМИ всегда легче взять что-то готовое, а не искать самим. — Ну нет, 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 для той ситуации, которая здесь есть, с этим огромнейшим рынком неполных 2 миллиона человек, у нас журналистика не так все плохо, как могло быть. — Вот вы упомянули мешки КГБ, все-таки, на ваш взгляд, она дала какой-то, не знаю, положительный или позитивный эффект? Я почему спрашиваю, поскольку в публичной пространстве, может, я ошибаюсь, но там особого такого сокрушительного резонанса это не вызывало. Единственный был скандал такой, даже публичный, в университете Страдания, где, я так понимаю, один профессор написал или сказал что-то в Фейсбуке на другого профессора, и начались разборки в университете Страдания, там даже целая комиссия по этике, правда, досталось не тому, кто был в мешке, как бы, а тому, кто там что-то неуловко высказался. — Первое, что мне приходит в голову, это то, как тогда, когда окончательного решения о мешках еще не было, наш не очень уважаемый директор бюро по защите с отверстями публично объявил, что мешки открывать ни в коем случае нельзя, потому что это будет угрозой национальной безопасности и т.д. и т.п. Как там все будут друг друга, ну, не то чтобы убивать, но почти. А, ну, мешки открыли, ничего такого особенного. — Нет, ну, поступали сообщения о том, что вот родственники действительно, особенно в селах, в деревнях, в деревнях не могут выйти, часто даже в магазин, потому что, ну, осуждают их люди. — Знаете, по-моему, я не знаю, на самом деле, как там в селах относительно тех людей, которые нашлись в мешках, но я вижу, что в стадице и каких-то элитных кругах, если так можно сказать, то, что человек, человек, по всей вероятности, являлся стукачом КГБ, никакого особенного отвращения не вызывает. Мы видим, что те же самые люди, которых нашли в мешках, они продолжают выступать как эксперты и на общественном телевидении, и на общественном радио. Они ведут передачи, они их делают передачи. Так что ничего-то... — А там вообще какая-то иллюстрация? Я почему говорю, поскольку кто-то может сказать, ну, да, плохо, что были стукачи, но были и партийные функционеры. Ну, понятно, что у них возраст такой. Но многие по-прежнему в этой же категории экспертов их опять сюда приглашают. И вроде ничего, говорят, ну, не стукач, но работал, подумаешь, там, не знаю, в ЦК партии, ну и что? — Ну, да, ну, да, вот такая наша национальная государственная особенность. Ну, вот так, так, так живем, так и будем жить. Вот, по-моему, надежда, что какая-то иллюстрация еще пройдет, нет такой надежды. Она никогда уже, никакой иллюстрации никогда уже не будет. Все. — Исследуете содержимое мешков ЧК, вот сталкивались ли вы когда-нибудь с запретом на получение информации? — Какое-то, то есть... — Не знаю, вас ограничивали, либо не давали доступ на... отказывали вам, как журналисту? — Нет, ну, мешки, конечно, были закрыты, да. — Нет, да, да, но сейчас уже известно, что и не все оцифровано, и фамилии было заявлено больше, чем нашли, допустим, может быть, вы подавали... — Ну, вот где пропали эти 700 карточек, это, конечно, хороший большой вопрос. Лично я считаю, что... Ну, вот это абсолютно мое личное мнение, и лично я считаю, что некоторые люди из Бюро по защите с отверстиями нарушили закон, и тех людей, которые они перевербовали для своих нужд, они из мешков изъяли. То есть, я лично абсолютно уверен, что это было именно так, что есть люди, которые в мешках были, но которые сейчас являются агентами господина Майзетиса и прочих, и которые именно поэтому их имена не опубликованы, и, скорее всего, ну, в ближайшем будущем не будут опубликованы. — Ну, то есть они определенно известны, не уничтожены, и, вероятно, когда-нибудь вы говорите о ближайшем будущем? — Ну, как, ну, если вот вы нынешний, там, чекист Латвийской, главный чекист Латвийской республики, ну, у вас есть, вот у вас есть картотек, видите, вот там такие-такие люди, которые могут пригодиться для... — Дальнейшего. — В роли дальнейшего для, уже для независимой Латвии, в роли нормальных стукачей конца 20-го, начала 21-го века. Ну, вы их вербовываете, карточки изымаете из мешков, ну, что, уничтожать их? Нет, ну, у вас же должен быть крючок, на котором эти вот-вот старые новые агенты будут висеть. Конечно, вы их переставляете в другую совершенно серьезную картотеку, в новые мешки новой Латвийской республики, пусть лежат. — А если возвращаться к вопросу журналистики, вы в том числе являетесь представителем этой деятельности. Последний скандал такой большой, который, мне кажется, получил огласку, это случай с российским журналистом Иваном Голуновым, за которого ступилась и Латвийская ассоциация журналистов. Как вы считаете, у нас в Латвии есть такое же единение коллег-журналистов? Мы не говорим, может быть, о похожем прецеденте? — Знаете, в России после задержания господина Голуновой, особенно после его освобождения, происходило столько странных и интересных вещей. И столько людей высказывались абсолютно несоответственно их позиций до тех пор, что вот там много чего очень странно. Но что касается Латвии, я думаю, что я даже могу обобщить, что все то, что происходит в России, может произойти и в Латвии, только учитывая масштабы и все прочее. То есть и у нас могут задержать журналиста, подкинув ему то или это, или состряпав дело. При определенных обстоятельствах, я думаю, если действительно задержат журналиста, у которого будет достаточно поддержки и связей и всего прочего, то могут произойти и подобные акции поддержки. — А что вас заставляет так думать, что такой же сюжет вероятен и Латвии? Что на это указывает? Ну, в работе каких ведомств вы сомневаетесь? — Наши службы и некоторые представители способны на все, что угодно. И не обязательно потому, что, ну, то, что, по-моему, совершенно ясно относительно журналиста Голунова, это то, что не Путин давал приказ, вот подкиньте вот этому сукиному сыну наркотики и уберите его. Это были какие-то местные, ментовские дела, вот там даже не среднего, нижнего звена, которые там что-то решили... — Местного бизнеса, да. — Ну да, что-то там устроить. — Это настолько было сделано непрофессиональной группой? — Ну да, и сделали абсолютно тупо, потом сами ужаснули, что у них там получилось, и что-то пытались уже перекроить, ничего не получилось. — А вы что думаете, что в Латвии такое невозможно, что нет у нас там какого-то... — Таких же профессионалов, да? — Таких же профессионалов, которые в какой-то ситуации решат, что лучший способ, как избавиться от какой-то ненужной информации, это вот посадить человека, ну что, а почему нет, а что? — Вот многие при этом удивляются и говорят, что ну вот Латва Апса постоянно, ну может быть, воюет не то слово, но тем не менее нападает, критикует на наши спецслужбы, не опасно ли это и зачем он это делает? — Ну я так, я ситуацию вижу так, как я вижу, я считаю, что у нас, наши спецслужбы являются частично просто, они просто паразитируют и не делают то, чего им необходимо было бы делать. Ну посмотрите хотя бы на тех так называемых шпионов, которых поймала наша полиция безопасности, или как она там сейчас называется. Ну это же куром на смех. Вот. Ну и без определенной критики они будут деградировать дальше и дальше, так что, ну, я, например, считаю своей выдающейся заслугой, то, что только после вот того, как я проносил помещение службы, то есть полиция безопасности, все что угодно, диктофоны, планшеты, телефоны и так далее, и так далее, они наконец-то поняли, что может быть стоит купить какие-то, ну вот хоть что-то, чтобы вот-вот-вот все это изымательно у двери. — Вас обыскивали и не находили? Или в принципе не смотрели на время? — Ну у них же не было никакой нормальной аппаратуры, если у человека висит на шее диктофон, ну они не были способны этот диктофон найти, ну а если бы там вот какой-то джихадист притащил бы бомбу, ну вот, так что вот это я улучшил, правда, спасибо, мне об этом никто не сказал, но я не ожидал. — Ну, работу спецслужб уже оценили, а что касается работы нового Сейма, правительства, которые вот уже полгода работают, и причем хотелось бы, может быть, уточнить превышение их полномочий, может быть, с вашей точки зрения, если вы разделяете такое мнение, они подчеркивают многие специалисты, что вмешиваются в работу независимых институтов, это и Генпрокуратура, и Центральная избирательная комиссия, и ФКТК, и Совет по электронным СМИ. — Ну, они пытаются вмешиваться, но пока что жизнь показывает, что они не способны даже на это, то есть хоть что-то сделать до конца и качественно, ну что, Совет по СМИ на своем месте, на своем месте, вот госпожа Лидока ушла по собственному желанию, все. — Но сократилось число членов правления, и, по крайней мере, сейчас... — Нет, это было, на самом деле, вопиющим случаем, когда Совет решил, что давайте мы просто сократим количество членов правления латвийского телевидения, — Отстаньте от нас. — Отстаньте от нас, вот как хотим, так и сделаем. — Отстаньте отстаньте. Вы что, последние недели слышали что-то про то, как политики до сих пор пытаются что-то сделать с Советом по СМИ? — Нет. — Господин Борданс попытался, ничего не получилось, ушел искать новую добычу, которая вот... — В лице господина Калмейерса. — Да, но тоже вот с шумом, криком и гамом, ну вот примерно. — Ну вот мы все знаем, что господин Борданс заявил, как и не написали, там, длиннющее обоснование тому, что господин Калмейерс никуда не годится, его следует увольнить. Вы этот документ видели? — Нет, не видели, и никто из общественности не видел, потому что... — Ну, он обидел Юрыша, это мы знаем, там написали. — Ну, вроде как написано, но так как господин Борданс, кроме того, уже заранее знает, что ему может ничего не получиться, взял и ограничил доступ к этому документу, ну вот так на всякий случай. Ну вот и так со всем, что они делают, то есть пока желание есть, но способностей как бы не очень. — Это ваши прогнозы на будущую работу, в том числе правительства. Вот у нас вчера была в гостях экс-министр финансов Дана Резин Суозула, которую вы когда-то назвали Лгунией, и она заявила о том, она сравнила свое правительство и нынешнее правительство, и сказала о том, что, ну, судя по работе сейчас, за эти полгода, они менее инициативные, мы работали больше, у нас было больше законопроектов и предложений, инициативы в комиссиях чаще. — Я не в восторге от нынешнего правительства, но в то же самое время я считаю, что половина Латвии до сих пор пытается переживать последствия инициатив госпожи Резин Суозула относительно реформы налогов и прочее, прочее. То есть, настолько непродуманной, неподготовленной реформы, я другой такой не припоминаю. Так что, госпожи Резин Суоза, лучше бы заниматься, не знаю, детьми, шахматами и прочее, ну, или готовиться к следующим выборам, может быть, в том времени ее реформу уже все позабудут. — А почему вас не выдушевляет нынешнее правительство? Или что вас в нем настораживает? — Конкретных дел я что-то, опять-таки, не вижу. Ну, опять, ну, такое, как стандартное житель Латвии, ну, что я припоминаю. — Посмотрите, каждый министр уже успел себя проявить. Это и административно-территориальная реформа, и мосты в Риге, и господин Бордон с генпрокурором, либо с Советом по электронным СМИ. То есть, в принципе, вот на слуху каждый уже чем-то отличился. — Ну, чем из этого можно гордиться? Ну, чем из этого? То, что ты объявила о реформе, которую до этого ни с кем не обсудил. — Вы сейчас про господина Пуца? — Я сейчас про господина Пуца. Или, ну, про господина Бордонца, и так все ясно там уже. — А почему не обсудил? Вроде бы, вот сейчас по самоуправлению министр ездит и общается с жителями, с населением. — Знаете, ну, вот есть две формы демократии, или как это называется, нормального административного процесса. Или вы сначала со всеми совещаетесь, потом садитесь за стол, пишите бумагу и говорите, вот мы со всеми посоветовались и решили, что лучшим образом будет вот так. Вот так. Ну, и там всегда кто-то будет не согласен, но целиком, ладно, ну, со всеми посовещались, что получилось, то получилось. — Ну, есть другой вариант, названный в честь господина Пуца, то есть сначала самому что-то там, вот посмотреть на карту, что-то там расчерчивать и сказать, вот я думаю, что надо так. Но если кто-то не согласен, можем еще об этом поговорить. — Ну, на ваш взгляд, есть в Латвии какие-нибудь такие спорные вопросы, может быть, национального характера, которые стоит вынести на референдум? — Вот именно на данный момент? — Вот сейчас? Не знаю, честно, не знаю. — Может быть, вопрос, не знаю, там, этноса, памятник освободителям той же территориальной реформы. Ну, или чтобы вы посчитали, стоит вынести на обсуждение населения, да, вот предоставить право решить гражданам этой страны? — Я считаю, что основная вещь, которую стоило бы вынести на референдум, это как раз вопрос о референдумах как таковых. Потому что, как мы отлично помним, партия Венот и со своими состалитами во времена госпожи Абболтыни, в принципе, отняла у населения возможность самому инициировать референдумы. То есть, планка относительно подписей и всего прочего, прочего была поднята настолько высоко, что это практически нереально. Должно, вот, вот, я не знаю, вот, что это, ну, вот, наверное, если опять кому-то придет в голову приватизировать Латвенерго, каким-то особенно, ну, был такой случай, как мы помним, вот, если опять кому-то что-то, нечто подобное придет в голову, то, наверное, народ будет способен организоваться эти подписи, собрать, но так, по не столько важным вопросам, вряд ли. Я, например, ну, вот, как вы думаете, ну, вот, мы знаем, что памятник освободителям вызывает, мягко говоря, очень разные. Противоречия. Ну, да. А вы думаете, что народ, вот, настолько заинтересован, что он соберет эти 150 или сколько там тысяч подписей, чтобы вынести этот спрос на референдум? Да ни за что. Нет. Получается, иными словами, на слабо развитое гражданское общество, если... Да, и то, что у этого и так слабо развитого гражданского общества еще отнимают возможность провести, а не иницитировать референдум без каких-то титанических... Усилий. Усилий, то, ну, что мы же, ну, вот, все есть как есть. Нам на этом пора заканчивать. У нас сегодня в гостях был журналист, основатель портала Петеком, Латолапса. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы продолжим с обзором пресса. До свидания.